Такое место территории Коломенского Посада это бывшая Житная площадь. Самая большая торговая площадь на территории Посада, где каждый понедельник и четверг устраивались настоящие базары. И конечно на сегодняшний день эта Житная площадь представлена в виде трех скверов. Перед нами открывается вид на сквер имени Ленина, вот там чуть подальше еще два сквера Гагарина и сквер имени Зайцева. Вот когда-то вся эта огромная территория представляла собой торговые ряды, деревянные лавки, их было здесь более 378. Самое большое количество лавок в рядов, которые было в лесном, в хлебном, а вот на третьем месте стоял Кмелевория. Происутствовал также на Житной площади и огромный ряд, где можно было купить товары, ну практически как мы говорим, да сейчас фасты, уже готовые к употреблению. Это калачи, кренделя, всякие разные пирожки, немного всего другого. Ну и конечно же, как здесь, в самом начале этой площади устраивались всегда балаганы, скомороки, созывали народ. Со всех окрестностей приезжали также крестьяне для того, чтобы предлагать здесь свои товары. Ну а так как все-таки через наш город проходил и Астраханский, просто можно было здесь наблюдать еще и товары Запорского. Видите память уже в двух революций 1905 и 1917 годов, но на самом деле эта площадь, это тоже своего рода машина времени, потому что здесь мы с вами видим объект, относящийся к советской власти, а вот рядом это самый популярный храм 18 века, это храм Иоанна Богослова, храм, который впервые упоминается в пестцовых книгах в 19 веке, вот небольшая деревянная церковь. Ну и конечно, самой высокой вертикалью в этом всем ансамбле считается колокольня Иоанна Богослова. Высота ее 63,5 метра, выполнена она в стиле амбир, пять ярусок имеет, при том, как вы видите, каждый ярус украшен лепниной, парными колоннами, вазонами. В верхней части можно даже увидеть циферблат часов, кстати говоря, часы показывают абсолютно точное время. На эту колокольню сегодня можно подняться, вообще-то смотровая площадка в этом году открыта даже до самого пятого яруса, вот в прошлом году только до третьего яруса открывали. Вход стоит пожертвования 150 рублей для взрослого, 50 рублей для ребенка. Так, ну давайте, наверное, здесь мы остановимся. Пожалуйста, располагайтесь лицом к нашей крепостной стене. Мы начинаем уже нашу основную часть экскурсионной программы. Итак, на юго-востоке Подмосковья, на берегу трех лет, мы уже знаем с вами четырех лет, да, и Репинки, и Коломенки, и Москвы, и Акип, стоит старинный русский город Коломна. Выгодное географическое положение на перекрестке водных и сухопутных путей в самом центре Срединной русской земли обусловило длительную борьбу за него рязанских, владимирских и московских князей. И изначально Коломна, которая упоминается впервые в лаврентиях Срединской земли в 1177 году, город всего лишь на 30 лет наложил город Москва, входит в состав Рязанского княжества. То есть это был пограничный город на северо-востоке Рязанского княжества. Но в 1301 году рязанский князь Константин идет на Москву, Московское княжество, и терпит поражение. И в одночасье Коломна присоединяется к княжеству московскому. То есть с 1301 года входит в состав княжества московского. Стоят с крепостными стенами. То есть стена проходила и куда дальше. Соединялась с горновитой башней. Башню мы тоже сегодня посмотрим. Так вот, когда встал вопрос о том, что эти ворота тоже необходимо, в общем-то, снести и использовать, кирпич этих ворот под нужды города, сам аукцион выиграла игуменья Успенского Брусинского женского монастыря, игуменья Олимпиада. А Брусинский монастырь, он находится недалеко от нас, вот красного цвета, да, в сочетании с белым камнем. И, собственно говоря, из кирпича Ивановских ворот и была построена ограда в готическом стиле для данного монастыря. Кирпича Ивановских ворот у Коломенского Кремля является тот факт, что наш Кремль абсолютно жилой. То есть на всех этих улочках, но за исключением, пожалуй, только улицы Ложечникова, проживает самая обычная колонница. Улица Ложечникова, конечно, сейчас более туристическая. И с одной и с другой стороны вы можете увидеть большое количество кафе, ресторантов, магазинов, сувенирных лавок. Напротив вас расположился музей коломенских и только ботиконов. Чуть подальше литературное кафе Ложечников. А вот это красивое здание с флагами, это бывшее здание городского правды. Знаете, появление этого монастыря в нашем городе абсолютно не случайно. Дело в том, что, напомню, с 1301 года Коломна входит в состав московского княжества. И город тут в буквальном смысле расцветает. Даже с тех пор появилась такая поговорка. Коломна городок на столе уголок. Несколько было в том, что Коломна передавалась в московском княжестве. И, конечно, Коломна все любили московские князья, бывали здесь довольно часто. Для их нужд также здесь, на территории Кремля, выстраивается и великокняжеский государев дворец. Он раньше располагался на соборной площади. И если мы возьмем с вами историю книгу, например, в XIX столетии, то вам будет написано, что на территории монастыря проживает одна настоятельность, 12 монахин и 222 московских. То есть это было бы на большом москве. И вот второй сохранившийся участок крепостной стены. Мы с вами уже посмотрели на то, как стены выглядели с внешней стороны, но еще не очень сильно присматривались к тому, как они выглядели с внутренней стороны. А как видите, здесь они представлены в виде вот таких вот полуарок. При том, что интересно, эти полуарки создавались прежде всего, чтобы сэкономить строительный материал. А во-вторых, в общем-то, эти полуарки имели очень большое значение, когда происходил пролом в стене. Есть, да. В школе? Красти, красти. Красти. Мастер. Красти, красти. 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 Внизу лишь небольшой уклон в 30 градусов. Под бездонность деревянный пуск никуда располагался на месте вот такого статичного точка, на котором мы с вами находимся. Опять же, свидетельством тому являются два, те, которые мы с вами видим чуть выше, из которых выходили вот надеванные цепи, которые поднимали и опускали мост, когда это было необходимо. Ну и, конечно, когда монастырь становится женским, то насильникам монастыряне очень нравится. Собственно, сам монастырь превратился в такой проходной двор. А там эти ворожья были заложены. Ну вот мы с вами вышли на внешнюю сторону и увидели, что у этой башни оказывается грани-то не четыре, а больше. И с внешней стороны она словно веером раскинула эти грани. С внешней стороны мы можем наблюдать еще шесть грани. С внутренней двери, то есть всего восемь грани. С внешней стороны мы создали порядка с сибирьского метра и установлены в этом веке в 2006 году. Отдель в праздновании дня в порядке сибирьской культуры в том, в 10 лет. Я не знаю, что там, что это в 10 измечал, а вы тогда вы появляетесь в этом веке. Вот, 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 вот. Вот, она начинает смотреть на улицу. И видим, что она совсем не круглая У нее также есть грани А как вы думаете, а сколько грани в этой башне? Ну так, навскидку 16 чуть-чуть маловато 17 тоже маловато А вот 20 в самый раз Вот такие вот нюансы есть Обошли мы с вами Маринкуну Пашту И сейчас пойдем на Соборную площадь И потом по разу взятности бороться То есть вся северная часть, которая Каждый представленный здесь на парте Она по идее должна Ее называют Шевляпинская бассейка Чаще всего в народе Левоводоразборная колонка Дело в том, что до 1902 года А именно этот год стоит на данной колонке Конечно же, наши местные жители Старались использовать для своих бытовых нужд Воды из находящихся рядом рек Больше всего, конечно же, воду из Москвы-реки Но зачастую, конечно же, по течению Москвы-реки Приходили не очень приятные сюрпризы Этот резервуар располагался надалеко От самой высокой вертикали нашего города Колокольня Анна Богослова Высота его составляла 45 метров Вверху резервуар, наполняя из которого Порядка 10 тысяч ведерок И уже от этого резервуара по трубам Чистейшая вода отправлялась вот в такие Потому что он почему-либо работал и вместе с ее супругом С другой стороны Там, где светлый дом Давайте в этой центральной части остановимся Действительно, Соборная площадь Это практически целый кладезь абсолютно разных По своему временному периоду Объектов культурного наследия Крамов, монстрей и других построек Крамов, монстрей и других построек Девушки отдыхают Девушки отдыхают И в прошлом с настоящими Открылся И в прошлом с ним Еще подняли Слые Слые Игорь 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 Спешка Помогода Я Зато Хорошо Слые да сами построим и сколько она стоит готовая всего-навсего но это же потом работать надо возить ну да она вместительная тут картошки много влезет надо подумать а Правление Ивана Грозного, говорят, что именно туда он отправлял неверных людей. И даже существуют легенды о том, что после каких-то там событий в Пытошной, Воды Москвы реки даже окрашивались в темно-багровый цвет, то есть цвет крови, когда она стекала. А потому, конечно, эта местность с давних пор слыла не очень, скажем так, хорошими легендами, слухами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok